Гость нашей студии сегодня директор центральной азиатской программы правозащитного центра мемориала Виталий Пономарев. Добрый день, Виталий. Спасибо, что пришли к нам в студию. Наверное, начнем разговор с такой насущной темы. Недавно, конкретно в начале июля, вас не пустили в Кыргызстан. Вы уже получили какое-то такое официальное объяснение, причину, почему вас не пустили? Нет, официальных объяснений нет. На границе пограничник сказал, что все, что мы можем вам дать, это акт о непропуске через границу, где было написано, что закрыт въезд в Кыргызстанскую республику без указания причин, без указания срока, без указания, какое ведомство или решением какого органа этот запрет введен. И дальше уже я звонил в управление пограничного контроля. Они подтвердили, что есть запрет, но сказали, мол, это очень секретная информация, пусть ваш адвокат придет, мы ему скажем. И когда пришел адвокат, они единственное, что сказали, что есть письмо ГКНБ, на основе которого введен этот запрет. Больше никаких деталей, никакое должностное лицо подписало, никакого числа, никакие мотивы, ни на какой срок они адвокату не сообщили. Ответ был в устной форме. А когда адвокат сказал, ну, можно вот это вот ваш ответ получить письменно, сказали, ну, оставьте запрос, через месяц мы вам ответим. Ну, то есть, раз срок не указан, то есть вы не знаете, можете ли вы сейчас поехать в Кыргызстан? Нет, ну, я думаю, что сейчас однозначно не могу. Вопрос в том, что вот даже там в бакиевские времена, там писали, скажем, закрыт въезд на пять лет. У меня был такой случай в 2009 году после одной из публикаций. Сейчас они не написали вообще ничего насчет срока, то есть, наверное, они считают, что это бессрочный запрет, там, пожизненный запрет, без каких-то вот внятных объяснений почему. Ну, вот вы сказали о публикации во времена Бакиева. А как сейчас? Вот вы часто, скажем, пишете о Кыргызстане, критикуете, может быть? Какие у вас отношения сейчас с властями Кыргызстана? Ну, в общем, сейчас вот таких вот публикаций резко критических не было в последнее время, но мы сейчас готовим некоторые там публикации на теме, но опять-таки, я думаю, что они в конструктивном русле. Я думаю, что запрет связан не с публикациями вот в этот раз, а с моим участием в организации проведения конференции «Права человека и борьба с экстремизмом, терроризмом» в Центральной Азии, которую мы проводили совместно с Ковым Шамы и Норвежским хейсинским комитетом на Иссыкуле вот с 1 по 3 июля. А о чем говорилось на конференции, если вы это связываете с конференцией? Да, ну конференция, там большинство участников это были юристы, адвокаты, были также правозащитники, журналисты, участвовали люди из нескольких стран, большинство кыргызстанцев, также Казахстан, Россия, с Киева прилетел один эксперт, с Крыма были два адвоката, еще вот некоторые страны были представлены. И речь шла о том, что в тех странах СНГ, где действует антиэкстремистское законодательство, возник целый ряд схожих проблем, связанных с функционированием этого законодательства. И вот обсуждали, какие проблемы возникают, какая может потребоваться корректировка и так далее. Причем здесь надо отметить, что общая проблема с этим законодательством, она хорошо изложена в заключении Венецианской комиссии по соответствующему комплексу российских законов, где написано, что понятие экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская литература, экстремистские организации в законе определены настолько широко и общее, что позволяет произвольным образом применять это законодательство для ограничения фундаментальных прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией. Вот если мы Европейскую конвенцию там заменим на международные документы, скажем, участником которых является Кыргызстан, то это определение, оно применимо и к антиэкстремистскому законодательству Кыргызстана. И, конечно, есть еще специфика отдельных стран, в том числе у Кыргызстана, вот, об этом тоже речь шла. А, кстати, вот... То есть это был не такой, не какой-то, не пропагандистский форум, не там форум для того, чтобы кого-то обличить. Это был такой достаточно профессиональный разговор. Какие бы общие проблемы, так, вкратце, если сказать, например, вот ряд ваших коллег-правозащитников говорят, что права человека остаются, скажем, немного в тени, вот, в контексте борьбы с экстремизмом. Да, ну, общая проблема, первая, которую я бы начал, там целый ряд проблем, частные есть, очень там связаны, например, с экспертизами. Но общая проблема состоит в том, что неоправданно широкий круг людей привлекается к уголовной ответственности по этим делам. В Кыргызстане вообще очень странная ситуация, это единственная страна СНГ, где вот в действующей редакции Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за хранение экстремистской литературы. В общем, что такое экстремистская литература, нигде в законе четко не прописано. А хранение просто, ну, вот был один из кругов столов в Бишкеке, я спросил у экспертов, представителей муфтеат, ну, у вас есть вот эти книги, там, вот, той организации, этой, они говорят, есть. Ну, значит, вы нарушаете закон? Ну, да, мы нарушаем, но все понимают, что мы их не распространяем, поэтому к нам никто никогда не придет. Я говорю, ну, то есть, получается, что закон изначально составлен так, что, как бы, любой человек, пишущий на эту тему, там, журналист, эксперт, он его нарушает. Но он позволяет выборочно приходить тому, кто попал под подозрение, то есть, эта система, она выводит ситуацию из рамок нормального права. И сейчас еще более странная ситуация, сейчас принят новый уголовный кодекс, где формулировка изменена. То есть, уже хранение просто без цели распространения уже не является преступлением, но при этом решение такое, что новый кодекс вступит в Кыргызстане в силу только в 19-м году. То есть, вот там юристы из других стран, они вот задавали вопрос, говорят, мы не понимаем вот эту ситуацию, как. То есть, уже некое действие, уже, так сказать, законодательный орган считает, что оно не является преступным. Но, тем не менее, ответственность за него будет отменена только через два года, а эти два года продолжают возбуждать уголовные дела. Причем там не просто штраф или что-то, а реальные сроки решения свободы и не пересматривают старые дела. Хотя, по сути, уже этот состав, он исключен из кодекса. А так, в общем, ситуацию вы как бы разделяете оптимизм, что с приходом Мерзиёева какие-то такие позитивные сдвиги ожидают Узбекистан? Ну, я как бы здесь больше на стороне, так сказать, пессимистов. Хотя, ну, надо подождать какое-то время. Это вот дискуссии, которые сейчас идут в Узбекистане, в этом плане очень напоминают споры, которые шли в Туркменистане после смерти Ниязова. Когда даже некоторые известные оппозиционеры туркменские говорили, что Бердамухаммедов — это, может быть, что-то вроде нового Хрущева, надо дать ему один-два года для того, чтобы там запустить реформы, там начать освобождение из тюрем. Но прошли уже не два года, а существенно больше. И, ну, какие-то, может быть, наиболее там абсурдные решения Ниязовских времен, они были отменены или смягчены, там, включая запрет цирка или еще что-то. Но в целом система, она не реформирована, она по-прежнему далека от демократии, она не имеет тенденцию революционировать в сторону каких-то улучшений. Вот, поэтому в Узбекистане вот сейчас вот что-то похожее на вот ту ситуацию, которая в Туркмении возникла после смерти Ниязова, и тоже были разные точки зрения. Ну, а произойдет какой-то сдвиг реальный или нет, это там покажут буквально ближайший год-полтора. Вот я вот, может быть, придерживаюсь более пессимистической точки зрения, но я знаю многих иммигрантов, в том числе оппозиционеров известных, которые вот проявляют оптимизм по поводу Ниязова. В то время, скажем, снятия запрета на балет и допуск Human Rights Watch или открытие опять офиса BBC, наверное, как бы, ну, трудно, наверное, сравнить. Это как-то две разные категории. Ну, это две разных категории, но я бы сказал так, что там и в конце 90-х, и в начале 2000-х там и Human Rights Watch работала, и, так сказать, западные станции, вещающие на узбекском языке, они работали. Но от этого ситуация, скажем, там, 99-го, 2000-го, 2001-го года, она не была лучше. То есть, да, это понятно, что это некий шаг, призванный улучшить имидж страны в глазах Запада. Он, безусловно, позитивный. То есть, всегда хорошо, когда есть доступ к страну, это дает доступ к информации, к обмену мнениями, попыткам влиять на правительство в лучшую сторону. Но будет ли готово правительство на какие-то более серьезные изменения, это большой вопрос. Я бы даже больше того, я напомнил бы, что где-то 2003-2004 год, когда было очень интенсивное сотрудничество, ну, начало 2004-го, больше 2003-2002 год, когда было очень интенсивное сотрудничество правительства Узбекистана с Соединенными Штатами, вот в тот период до тысячи политических заключенных освобождалось ежегодно из тюрем. То есть, на эти цифры ни сейчас, ни в последующие годы никогда больше Узбекистан не выходил. Но когда началась вот эта вот чуть-чуть, так сказать, надежда на либерализацию, и тоже были разговоры, что, может быть, оппозицию, допустим, для участия в выборах, если не как партия зарегистрированная, то как там через выдвижение по месту жительства, там неизбежно тогда встал вопрос, что существует очень, вот в такой стране, как Узбекистан, существует огромное число людей, пострадавших от репрессивных действий. И существует проблема, что делать с той репрессивной машиной, которая, то есть, это не сто, там, не 200 человек, а тысячи людей, которые делали карьеру на пытках, на фабрикации дел и так далее. Понятно, что любая легализация вот какого-то оппозиционного канала, неважно, через партию, через отдельных депутатов, через что-то еще, она приведет к появлению вот этого потока жалоб, а правительство встанет перед вопросом, что либо мы реформируем эту карательную систему, и очень радикально, потому что, если там ее не очистить тех людей, которые привыкли действовать такими методами, то невозможно добиться серьезных... Либо мы откатываем назад. Вот тогда, в 2004 году, используя там очередной насильственный инцидент, вот правительство отыграло назад, и все надежды на либерализацию были похоронены. Сейчас тоже возникли надежды, но будут ли они реализованы, сказать трудно. Спасибо, Виталий. Гостем нашей студии был директор Центральной азиатской программы Правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарёв. Спасибо, Виталий. Спасибо. Спасибо.